Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас тема такая... Вы всегда привыкли видеть меня позитивной, радостной и так далее. Сегодня не очень позитивная тема, но я надеюсь, что это будет кому-нибудь полезно, потому что она, мне кажется, довольно распространенная и, возможно, убережет кого-то от каких-то ошибок. Кто-то, может быть, знает, кто-то, может быть, не знает. У меня ЖКБ, камни в желчном пузыре, и нашла я их первый раз после того, как родила Ксюшу. Был приступ, очень сильный приступ, и я сделала УЗИ брюшной полости, и мы нашли там в желчном пузыре камни. Планово мне доктор посоветовал вырезать желчный пузырь. Но мы как с вами делаем? Во-первых, пока петух в одно место не клюнет, во-вторых, всё-таки кажется, что тоже орган-то не лишний, не очень хочется его вырезать. И, ну, есть камни, есть. Потом таких сильных приступов не было. Почему-то вот они бывают после родов. У многих, у меня вот у знакомой тоже, был сильный приступ, и через 3 месяца после родов её экстренно. госпитализировали, вырезали желчный, когда уже желтуха начинается, да. У меня начался приступ в прошлую пятницу, не помню, какое было число. Я уже вам несколько видео отсняла с жуткими болями, с температурой, но не могу вас оставить без контента, и как-то мне вот легче с вами всё это дело переносить. И он уже был другой, я поняла, что это что-то другое, потому что я не могла ни ходить, ни лежать, ни сидеть, ни дышать, ничего абсолютно. Сегодня у нас получается, сегодня у нас 15-е число, среда, 15-е декабря, да, в пятницу у меня был приступ. Как он до сих пор? И мысли в кучу тяжело собрать, когда такие боли. И в понедельник я записалась к врачу, все выходные промучилась, но первые сутки были просто адом, потому что невозможно было лечь, найти позу, в которой не больно. Я начала сразу пить антибиотики, потому что температура, да, и начала пить, но я не буду говорить, какие препараты, я знаю, какие, которые снимают как бы воспаление, и спазмолитики, но они вообще не помогали. Если был препарат, который снимает желчекаменную колику, то тут он вообще не помог. Я поняла, что дело, дело стрёмное. В понедельник я записалась на УЗИ, в платную клинику, в которой я и делала, и в которой мне нравятся специалисты, да, вот прошло ровно 8 лет до второго страшного такого приступа, да. И во вторник, позавчера, получается, вчера, сегодня среда, я съездила на УЗИ, и УЗИ показало, что камень стоит в шейке желчного пузыря, он его перекрыл, просто перекрыл, и доктор мне сказала, быстро, срочно на операцию. А я понимаю, что быстро, срочно, это вызывать скорую, это меня отвезут не туда, куда я хочу, экстренно располосуют. Эта операция вообще делается лапароскопически, делается три прокола, но в клинике, в которой я делала УЗИ, доктор единственное в нашем городе делает её через один прокол, через пупок. Один маленький, тонюсенький прокол. На следующий день домой, если нет осложнений. Ну, сколько там слёз я провела, я молчать буду лучше. Об этом вы прекрасно понимаете, потому что боль адская. Как болит желчная, да, чтобы вы знали. Это правое подреберье. При резких, вот бывает у меня, знаете, пылесос раньше был тяжёлый, я рукой вот этой вот толкну, и раз, хоп, всё, камень, чувствую, пошевелился. Но вроде ляжешь, глубоко подышишь, на ровную поверхность, всё, проходит. То есть камень дальше пошёл по желчному плавать, он никуда не упирается, всё нормально. Здесь боль постоянная, я уже с ней пять дней. После первых суток стало терпимее. На третьи сутки я уже смогла хотя бы дойти до туалета, до душа там и так далее. И вот во вторник съездила на УЗИ. Вообще всё страшно, сильное воспаление, уже страдают соседние органы, желчные огромные, в нём там плавают камни, мне всё показали, как медику отнеслись ко мне очень хорошо. И вообще, мне такие люди попались, девчонки, я таких медиков не встречала давно. Я сама как медик со стажем 15 лет знаю максимум трёх врачей адекватных, которые человечные, которые всегда помогут, вне зависимости от того, там есть у тебя деньги, там нет у тебя денег. Они просто люди, они просто врачи от Бога. Здесь я столкнулась, опять встретила ещё двух как минимум. Я попала к женщине, к молодой на УЗИ, и она говорит, я всё прекрасно понимаю, да что экстренно сейчас куда-то отвезут и сделают, как и маленький ребёнок, я не хочу её оставлять. Сами прекрасно понимаете, особенно помогать нам некому, у нас все живут далеко от нас. Вот. И она говорит, на субботу, ближайшая консультация у хирурга, на будущую субботу, которая ещё не настала, которая делает эти операции, уникальные, скажем так, по одному проколу всего лишь, но я постараюсь сегодня его поймать, чтобы он принял вас пораньше. Вот посторонний абсолютно человек, который я увидела первый раз, так за меня начал переживать. Сейчас это на самом деле такая редкость, что я прям искренне удивилась и, не знаю, порадовалась, что люди ещё остались на самом деле такие на этом свете. Я уехала домой, вся в расстроенных чувствах, всё плохо, и я ожидала, конечно, что всё плохо, что там воспаление, понятное дело, что температура воспаления, она невысокая, как бы всё терпимо, но я антибиотиками стала, конечно, сразу глушить всё это дело. Я ничего не ем. К вопросу о желаниях, было видео о желаниях, да, опять же, хочу сказать. Я, наверное, миллион раз повторила, что когда мы переедем на новую квартиру, я сяду на ПП. Я это миллион раз, наверное, повторила. Вот сейчас, в момент купли-продажи, он такой нервный, мне некогда садиться на ПП, тут ладно, поешь в час ночи, один раз в сутки, и то хорошо, и не важно что. Я вот переедем, сяду на ПП, я вот это миллион раз повторила, переедем, сяду на ПП и похудею, села, похудела. Я вот за эти 5 дней скинула уже 7 килограмм, потому что я не могу ничего есть, мне нельзя ничего есть, провоцировать выброс желчи или ещё что-то, потому что если он сейчас шевельнётся, и у меня начнётся желтуха, то я поеду куда-то экстренно, а я этого не хочу. Я хочу дождаться плановой операции, я знала, что всё получится и всё должно получиться. В общем, я приезжаю домой, мне сразу звонит этот доктор, я, говорит, нашла врача, всё, я его поймала после операции, он примет вас завтра. Вот сегодня с утра я поехала к врачу, я приехала заблаговременно где-то за час, он был на операции, я решила, что я пойду сейчас дам всех операции анализа. Вот я так решила, пойду и сдам. Захожу в лабораторию, там девочка тоже очень приятная, она говорит, блин, у него специфический такой лист анализов, он может назначить что-то вот, что сейчас мы не возьмём. Может, сначала с ним поговоришь, я говорю, анализ до полдвенадцатого на встрече на полдвенадцатого. Во-первых, мне ещё раз приезжать, а это адская боль, я так с ней живу уже, я к ней привыкла, как бы ничего. Но, это, во-первых, ещё раз приезжать, а во-вторых, я хочу быстрее. Может быть, это поспособствует как-то. Я говорю, сейчас пойду с ним разговаривать, скажет, вот шустрая, наглая, как я уже анализы все сдала, ещё про операцию даже разговора не было. Она мне говорит, а он любит шустрых. Я говорю, а ну всё. Я сдала весь комплекс анализов, сделала ЭКГ, сделала флюорографию. Ещё завтра поеду справку у терапевта брать, что нет противопоказаний к операции. Опять вот мысли мечтутся туда-сюда, когда вы хотите, желаете, я хочу похудеть, я хочу похудеть. Видите, каким способом Вселенная может помочь вам достичь вашей цели. Не делайте, как я. Прописывайте, я хочу похудеть без ущерба для здоровья. Да, вот это всё вот очень важно. Поэтому, да, Вселенная, видимо, меня услышала вот таким вот способом, да, нехорошим совсем. Вот в течение всех этих дней несколько раз ела овсянку на воде и с крестюшкой протёртые овощи и кисель себе заваривала, потому что всё равно голодная. У меня было потом такое ощущение, что у меня уже голодная боль, но я боюсь спровоцировать движение этого камня, чтобы не стало хуже и не попасть куда-то экстренно вот это вот самое страшное. Я всё сдала, врач меня принял, безумно вообще, тоже хороший человек, он сказал, что у них, представляете, такая беда, анестезиолог, который на операциях, он сломал руку. И к ним сейчас на операции ездит выездной, и они берут максимум по одной операции в день, потому что анестезиолог на одну операцию в день может к ним только приезжать. И ближайшие записи это следующий четверг, то есть ещё больше недели. Я, говорит, сейчас буду думать, не знаю, хочется что делать, начал всем звонить, попросил меня выйти, я слышу, всё равно он звонит и говорит, вот девочка-медик, наш человек, надо помочь, ей нужна экстренная операция. Я говорю, ну а следующий четверг это страшно. Он говорит, до следующего четверга это очень страшно. Это неизвестно, чем может кончиться, чтобы вы понимали, насколько вообще вот это всё дело серьёзно. Потому что я оттягивала, блин, удалила я бы нахрен этот желчный, давным-давно уже в плановом порядке, в период ремиссии, и не испытывала бы сейчас вот такого вот ужаса, да. И он договорился, девчонки, представьте, он договорился в эту пятницу, послезавтра я еду на операцию. Я еду на операцию в полдевятого утра, завтра я еду к терапевту, он упросил анестезиолога, он подвинул другого пациента, у которого операция не экстренная. Он договорился, и он прооперирует меня в пятницу. В пятницу в полдевятого утра я еду на операцию, и если всё пройдёт без осложнений, если нет там сильных осложнений, то в субботу я вернусь уже домой. безжелчного жизнь без желчи я буду держать вас в курсе по ходу событий видео это скорее всего выйдет уже ближе к новому году наверно когда все закончится я надеюсь сейчас мне очень тяжко я отсняла для вас максимальное количество видео может быть они будут выходить пореже точнее они уже наверное выходили пореже по какой причине вы теперь понимаете берегите себя а я буду держать вас в курсе ну что девчонки приехала я на операцию рано правда клиника с полдевятого не 20 минут салатся тут ждать видок такой не накрашенный еще с пучком сразу вот вчера была у терапевта анализа мои правда еще были не готовы у них какая-то там задержка надеюсь что они вчера все-таки к вечеру были готовы и во сколько операции не знаю полдевятом не сказали приехать подниматься в оперблок там если будет возможность ведь в туалете не знаю может поснимаю расскажу все прошло потому что операция под общим наркозом я так понимаю интубировать будут страшно но ничего я в палате вот моя коечка на здесь двое не знаю кого сейчас возьмут оперировать первым вот так вот все выглядит тут моя соседка вижу что врача общем девчонки а вторая нам очереди соседку уже забрали мы с ним познакомились пообщались будет не скучно и операция длится где-то час общий наркоз с анестезиологом уже поговорила интубация будет и это дело конечно очень не люблю я сама медсестра анестезистка по образованию да по специальности но трубу я прям так не люблю не мог вообще ничего я надеюсь я все это не вспомнил доктор обещал так ты стоящий на очереди поэтому на час и где-то будут оперировать если еще пока обработают операционную потом подготовит к следующей операции общего еще долго я лежу валяю жду скучаю такие вот камушки один уже свалится открывать огромные все соседка моя уже ушла я сейчас одна могу немножко поснимать это день следующий все равно жутко плохо просто нереально от наркоза никак не могла отойти окружилась голова очень сильно им пила только воду маленькими глоточками и поставили дренаж операция длилась вместо часа два часа сказали уже был инфильтрат в желчном вот и встать я вчера смогла наверно только в 10 вечера потому что первые попытки заканчивая сильным голым окружением я бледнела и меня клали обратно назад сейчас еще вот в руке катетер пока вот дренаж уже сегодня вытащили с утра приходил доктор капает антибиотики еще что-то дренаж вытащили и прокол один через пупок был вот он тоже сейчас чем-то заклеит ему даже не увидишь в принципе а дренаж он был вот здесь вот вверху прям в области эпигастре сейчас там заклеено собираюсь домой это туалет кстати нож всего пару раз правда было сделали мне узи сказали все нормально прокапали еще что-то и собираюсь домой тут был дренаж и прокол собственно говоря был в пупке вот так я выгляжу сейчас я не знаю насколько я уже похудела было минус 7 сейчас наверное еще больше в общем я собираюсь домой мои хорошие как оклемаюсь я обязательно вам эпилог всей этой истории отсниму и расскажу я дома приехала домой немножко даже гуляла на улице мои сейчас гуляют болит пока все конечно голова кружится сейчас чай немножко выпила сладкого с сахаром буду потихоньку на есть начинать не знаю овсянку может заварю сейчас вот но пока конечно очень тяжело все это дается или поднялась надеюсь скоро все наладится день 2 дома боль потихоньку отпускает весит больше всего то что не могу взять мелкую на руки вот прям вот это чувство немощности я его не люблю вы меня знаете я довольно энергичный человек и вот это я прям очень не люблю не могу ее взять на руки и соответственно помощь мне нужна постоянно какая-то вот это меня раздражает но ничего я думаю скоро все образуется скоро буду брать ее на руки но этот после операционных лук и предоперационный буду заканчивать девчонки берегите себя контролируйте свои мысли если у вас какие-нибудь вопросы остались я надеюсь мой опыт будет полезен то что все заболевания на закона такое распространенное многие не знают о нем я бы и не знала если не пошла носить и органы ну потягиваю как бы в правой стороне и ладно многие с этим живут и по много-много лет человеку не может быть приступов да а потом через двадцать лет через 10 может быть приступы и ты даже не знаешь у тебя ко мне вот так что мои хорошие берегите себя в преддверии нового года должны быть с вами здоровыми счастливыми все будет замечательно всем пока